Здравствуйте, мальчики и девочки! Я Леся Клоунесса, и сегодня мы будем слушать продолжение забавной истории про друзей дяди Федора, Печкина, кота Матроскина. Надеюсь, вы ничего не забыли, а глава, которую я вам прочту, называется «Большое совещание в верхах». На следующее утро был собран большой хурал. Это народное собрание. В лице основных жителей деревни Простоквашино ставилась задача выработать гениальный план превращения Простоквашино в большой туристический детский городок. В инициативную группу входили житель деревни Почтальон Печкин, дачник дядя Федор, дачник папа Дима, мама Рима, профессор Семин, девочка Катя, колхозница-ударница Пелагея Капустина, глава администрации район товарищ Сундуков Васильев, житель деревни Кот Матроскин и десятый участник Пес Шарик. Главным излагателем идеи был папа дяди Федора. Он сказал, дорогие Простоквашинцы, надвигаются другие времена. Сейчас уже государство не заботится о нас, как в пионерское время. Сейчас мы должны заботиться сами о себе и о нашем государстве. Мы должны привлечь в Простоквашино туристов. Для примера расскажу, что вот в бедной, например, дореволюционной Румынии ничего не было выдающегося, кроме вампира-полупокойника графа Дракулы. Этот тип по ночам выходил из кладбища и кусал прохожих. Так вот, на базе этого Дракулы румыны сейчас создают целый туристический комплекс. Так у них Дракула, сказал Сундуков Васильев. А у нас что? У нас собственное привидение с косой, у нас природные просторы, возразил папа. У нас чистая река. Как только туристы приедут, у нас ни просторов, ни чистой реки не будет, сказал Сундуков. Тогда мы их штрафовать начнем, предложил Печкин. С одних только штрафов хорошо заживем. А туристы пьют костье молоко? спросила Пелагея Капустина. Пьют, ответил папа. А что вы еще можете предложить? Я могу молоко предложить, а еще грибы, сказала Пелагея. Могу даже картошку жареную. Я говорю о конструктивных предложениях для детского городка, заметил папа. Мы можем предложить сарай с привидениями, сказала девочка Катя. Не можете, сказал Матроскин, потому что в этом сарае будут жить страусы. Страусы там будут жить ночью, сказал дядя Федор. Днем они в страусиных бегах будут участвовать. Матроскин шепнул Шарику. А ты говорил, что от моих страусов дохода не будет. Вон они, доходы-то уже пойдут. Какие еще мы знаем аттракционы? спросил папа. Надо небольшой зоопарк организовать, предложил Печкин. У меня уже есть один лесной экземпляр в доме. Кабан обыкновенный называется. Вон в огороде сидит. И название у меня есть замечательное. Русские звери на свободе в зоопарке. Какая же это свобода, если они в зоопарке? Удивился Шарик. Они здесь же не в наручниках, ответил Печкин. Они просто так бегают. Для зоопарка нужно что-нибудь экзотическое, сказал папа. У меня есть еще предложение, сказал Печкин. Сибирские крокодилы. Это что еще такое? поразился профессор Семин. Да таких крокодилов-то не бывает. У нас будут, сказал Печкин. Мы их из бревен сделаем и покрасим. Бревна мы вам дадим, сказал Сундуков. И краску дадим зеленую. У нас от сельсовета все это осталось. Хорошо. Так и запишем, сказал папа. Выстругать пять сибирских крокодилов и покрасить в зеленый цвет. Ответственный товарищ Сундуков. А я вам дам чертежи крокодилов, сказал профессор Семин. Я их из Африки привез, когда туда ездил, язык слонов изучать. А что? шепнул матроскин Шарику. Крокодилы всегда лежат как бревна. Руками их трогать никто не захочет. В крайнем случае скажем, что это ископаемые, шепнул в ответ Шарик. А вы что можете предложить? спросил папа Шарика. Фото от Илье. Фотографирование в обнимку с привидением. Фото верхом на страусе. Неплохо, сказал папа. А где мы возьмем чучело привидения? В этом я вам помогу, сказала мама. Я его из фанеры выпилю и раскрашу. Это я умею. А чем вы порадуете народ? спросил папа Матроскина. Народными промыслами, ответил кот. Вышивка, резьба под дерево, доение коровы. Неплохо, сказал папа. А что вы сами можете предложить? спросил матроскин папу. Папа сказал, катание на сафари, на запорожце, по пересеченной местности, в окружении волков и кабанов. А где же нам взять столько волков и кабанов? ахнула мама. Как где, сказал глава администрации, товарищ Сундуков Васильев. Да в краеведческом музее. У нас там в подвале десятки экземпляров чучел завалены. На этом совещание по превращению Простоквашина в большой туристический центр было закончено. Ура, сказал папа. Кажется, все предели. Можно начинать штурм. Ну что, мои маленькие друзья, а продолжение этой истории мы с вами будем читать завтра. А сейчас садитесь поудобней, будем смотреть мультфильм. А я с вами прощаюсь до завтра. Спокойной ночи, мои маленькие друзья. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok